В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Рабочий день подошел к концу и мои коллеги готовы поделиться с вами самыми интересными и важными новостями. Смотрите сегодня. Патриотическая работа, благоустройство города и популяризация спорта. Молодежная администрация Рязани подвела итоги своего первого года работы. Врагу не сдается наш гордый варяг. В Рязани вспоминали героический подвиг русских матросов. На рынок труда с умом. О необходимости подготовки рабочих сегодня поговорили в Большом зале правительства. Сегодня стало известно, что председатель избиркома Галина Муравьева складывает полномочия и покидает пост председателя, который занимала в течение последних 11 лет. На брифинге побывала Алена Куколева. Председатель избирательной комиссии Рязанской области Галина Муравьева досрочно покидает свой пост. Об этом она заявила на брифинге в среду 10 февраля. Но в преддверии как раз вот того, что предстоят выборы в этом году в Государственную Думу, мы не являемся комиссией, организующей выборы в Государственную Думу. Этим является центральная избирательная комиссия, которая, к слову сказать, сейчас идет при переформировании, у них тоже оканчивается срок. И в конце марта у них должен обновиться состав комиссии. И поскольку выборы в Государственную Думу будут назначены где-то в первой половине июня, а срок, вот мой срок в этой комиссии истекает в июле, чтобы не нарушать работу комиссии. И для того, чтобы подготовиться к началу выборов уже в таком боевом составе, работоспособном передать какой-то опыт, дела и прочее, принято мною решение о том, что именно сейчас подать такое заявление губернатору. 9 февраля вышло постановление губернатора, согласно которому Галину Муравьеву досрочно освободили от своих обязанностей. Документ вступит в силу 9 марта. До этого дня Галина Михайловна продолжит исполнять свои обязанности. Галина Муравьева занимала пост председателя областной избирательной комиссии 11 лет, что составило 2,5 срока. Нового члена избирательной комиссии предстоит назначить губернатору. После этого выборы председателя пройдут на заседание комиссии путем тайного голосования. До этого момента исполнять обязанности председателя будет заместитель Муравьевой Владимир Грачев. Героический подвиг крейсера «Варяг» знаком современному поколению благодаря строкам из песни. Врагу не сдается наш гордый «Варяг». А вот в чем заключался тот самый подвиг крейсера, рассказать готов далеко не каждый. Между тем, ветераны военно-морского флота ежегодно собираются в залах Музея молодежного движения, чтобы почтить память погибших героев, а заодно рассказать прежде всего учащимся рязанских школ о трагических событиях начала 20 века. 9 февраля – одна из дат, почитаемых в нашей стране как День воинской славы. В этот день вспоминают подвиг русского крейсера «Варяг» и его командира Всеволода Руднева, навсегда вошедший в историю русско-японской войны 1904-1905 годов. О событиях тех лет сегодня вспоминают редко и мало. Японцы начали боевые действия вероломно, не объявляя начало войны, но это не сломило дух русских солдат. И одним из примеров, оставшихся в веках, стал именно бой, в котором погиб «Варяг». Выдержав неравный бой с японской эскадрой и не спустив флага перед неприятелем, русские моряки сами потопили свой корабль, лишенные возможности продолжать бой, но не сдались врагу. Сегодня отмечается 112 лет со дня боевого крещения нашего корабля «Варяг», который, значит, в свое время показал мужество, отвагу и стойкость русского моряка. В честь этого мы постоянно, каждый год, собираемся в клубе «Акбатрос» и здесь, в молодежном центре, чтобы отметить эту знаменательную дату. Мы в нашей задаче считаем донести до вас, до забытой страницы нашей истории, вот именно до вашего поколения. Мы часто ходим в школы в Рязани и в этих школах проводим беседы и встречи, патриотические встречи, ну, как говорится, воспевая наши флотские традиции. У выхода из залива японская эскадра «Превосходящая Варяг» артиллерийским вооружением более чем в пять раз, а торпедным в семь, преградила русским кораблям путь в открытое море. Шесть японских крейсеров и восемь миноносцев заняли исходные позиции. Японцы предложили русским кораблям сдаться, но Руднев приказал оставить этот сигнал без ответа. В результате жестокого боя на Варяге из экипажа в 570 человек было 122 убитых и раненых. 100 человек были легко ранены. Ну, во-первых, мы сейчас утромим большое внимание ветеранам как Великой Отечественной, так и Морского флота, потому что осталось их не так уж и много, и мы хотим собрать как можно больше информации, чтобы могли передать своим потомкам. Каждый раз хроника трагических событий дополняется новыми документальными материалами, которые вновь относят пришедших навстречу к сложным событиям в истории нашей страны. Сотрудники УМВД России по городу Рязани пресекли деятельность подпольного игорного заведения, которое пряталось за железной дверью в цокольном помещении одного из многоэтажных домов на улице Вокзальной. Изъято шесть игорных аппаратов и крупная сумма денег. Полицейские получили сведения, что в помещении, расположенном на цокольном этаже одного из жилых домов на улице Вокзальной, установлены игровые аппараты и организованы азартные игры. В ходе проверки оперативники выяснили, что подпольный игорный клуб обосновался в помещении бывшего магазина дверей. Вывеску магазина сняли, а за глухой железной дверью развернула деятельность казино с однорукими бандитами. Организаторы азартных игр оградили свою работу строгими мерами конспирации. В подпольный клуб можно было войти только по рекомендации и после кодового звонка по телефону. Однако полицейские обошли эти уловки и проникли в клуб прямо в разгар игры. Четыре из шести аппаратов были заняты любителями азарта. Из игорного заведения сотрудники полиции изъяли шесть игровых аппаратов и крупную сумму денег. По факту незаконной организации азартных игр проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На рынке труда возникла ситуация, когда специалистов в некоторых сферах, например, экономистов или менеджеров разного рода, слишком много. А вот профессионалов рабочих специальностей крайне не хватает. Сегодня в правительстве Рязанской области состоялся семинар, на котором собрались представители власти, образовательных учреждений и предприятий области, чтобы обсудить процесс подготовки рабочих кадров. Подробнее в сюжете Анны Герцовской. В Рязанском регионе ведется постоянный мониторинг ситуации на рынке труда. Он позволяет четко определять, какие конкретно специалисты сегодня нужны работодателям, с каким уровнем знаний и практических навыков. На основе данных мониторинга формируется прием абитуриентов в учебные заведения региона. Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед профобразованием, является его переориентация на потребности рынка. Необходимо выстроить систему так, чтобы образовательные учреждения стремились выпускать именно те кадры, которых не хватает в экономике и социальной сфере. Эта работа ведется в Рязанской области при тесном взаимодействии бизнес, сообщества, органов власти и образовательных учреждений. Активное содействие оказывает торгово-промышленная палата региона. Мы благодарны также агентству стратегических инициатив за оказанную поддержку в этом направлении. Участники семинара, состоявшегося в зале правительства Рязанской области, поделились опытом, планами и подвели итоги уже проделанной работы. В нашем регионе политика подготовки кадров, рассчитанных на улучшение экономики Рязанской области, уже работает и проводится в несколько этапов предприятия ВУЗ «Региональная власть». Опыт Рязанской области очень хороший, на мой взгляд. И те подходы и решения, которые применялось правительством области для подготовки кадров, показывают о высокой заинтересованности в развитии экономики. В первую очередь, повышение компетенции тех молодых людей, которые учатся в Рязанской области. Сегодня было принято решение о том, что координатором этой работы станет торгово-промышленная палата, которая позволит эту работу поднять на другой уровень, позволит организовать более эффективное взаимодействие с предприятиями по формированию баланса трудовых ресурсов, прогнозному обеспечению экономики. В заседании также принял участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Он отметил, что Рязанская область уже сейчас является очень привлекательной для различных инвестиций и будет развиваться в этом направлении. Мы считаем, что Рязанская область – это одна из лучших возможностей успешной реализации, потому что Рязанская торгово-промышленная палата – одна из лучших в системе ТПП, а у нас, я хотел бы напомнить, 182 палаты, огромное количество во всех регионах России. Поэтому мы считаем, что у палаты очень большая перспектива, и в том числе не только образование для бизнеса, но и это повысит инвестиционную привлекательность Рязанской области, улучшит предпринимательский климат. Для нас эти проблемы очень тесно взаимосвязаны. Возвращаясь к теме рязанских кадров, стоит отметить, что в регионе в 2015 году более 90% выпускников на момент окончания обучения были уже трудоустроены. За время двух последних приемных кампаний в регионе на целевые места было зачислено более 800 студентов. В Рязанской области делается все для того, чтобы поднять уровень подготовки молодых специалистов рабочего и среднего звена. Проводится большая работа по укреплению материально-технической базы СУЗов, оснащения аудиторий и производственных помещений, компьютерными системами, современным учебным оборудованием. Уделяется внимание повышению квалификации преподавателей СУЗов, мастеров производственного обучения. Собравшиеся на совещании выделили одну из важных проблем, которую надо решить. Предприятия должны более активно участвовать в формировании заказа на обучение. Это важно, и именно от этого зависит, какие кадры будут подготавливаться в регионе, что будет происходить в образовательных учреждениях, в образовательных программах и в том числе в экономике. Молодежная администрация Рязани ведет работу над проектом «Скажем, террору нет». Создать общедоступные механизмы для информирования населения об опасности терроризма, дать возможность каждому ознакомиться с основными способами по защите и его предупреждению, акцентировать внимание населения на необходимости проявления бдительности, и это лишь некоторые цели проекта. В ходе его реализации активисты планируют собирать и актуальную информацию о способах борьбы с терроризмом и экстремизмом, создавать веб-страницы в социальных сетях, которые будут одновременно и площадкой для предоставления информации, и форумом для обмена мнениями, а также местом для обучения граждан. А сегодня Рязанская молодежная администрация подводила итоги работы за прошедший, свой первый год работы. Подробнее в сюжете Алены Куколевой. Благоустройство города, патриотическое воспитание молодежи, популяризация спортивных и культурных мероприятий. Это только некоторые направления работы первого года работы Молодежной администрации города. 10 февраля активисты подводили итоги своей деятельности. Очень огромную работу привели в сфере благоустройства нашего города. Было открыто сквер молодежной, сквер победы, аллеи памяти. Очень много уборок субботников было проведено в областном центре. В 2015 году было годное 70-летие Великой Отечественной войны. Очень много акций, связанных с патриотикой, тоже прошли в городе. Вообще, я считаю, что наша работа очень важна, потому что привлечение молодежи к решению городских проблем это то, что необходимо для качественно новых изменений во всех сферах нашего города. Это свежие новые идеи, это новый взгляд, это энергия молодежи. При поддержке администрации все это выливается в очень интересные новые проекты. Также на заседании активисты рассказали мэру города Олегу Булекову о планах на 2016 год. Так, одним из направлений является работа над федеральным проектом «Урбания», девизом которого является создание комфортной городской среды. Так, например, «Урбания» уже работает в нескольких десятках городов России. В Башкирии, Владимире и Архангельске активисты проекты проверяют состояние лифтов. В Шелябинске состояние подъездов, в Перми мониторят качество уборки улиц. Олег Булеков отметил, что и рязанским активистам следует четко конкретизировать комплекс мероприятий, которые они будут реализовывать в родном городе. Хорошая новость для жителей Московского района. Для них сегодня открылся и введен в эксплуатацию новый зал приема налогоплательщиков. Теперь жителям крупного спального района гораздо удобнее решать свои вопросы. Для этого не придется ехать в другую часть города. На открытие отделения побывала Оксана Тебенихина. Новый операционный зал межрайонный и ФНС открылся по адресу Московское шоссе, дом 18. При его создании были учтены новейшие требования к обслуживанию налогоплательщиков. Здесь размещены 9 окон приема посетителей, электронная система управления очередью, интерактивные информационные стенды, платежные терминалы, зона ожидания для посетителей и детский уголок. Функциональные возможности оперзала позволяют оказывать налогоплательщикам более 15 государственных услуг. На церемонии открытия нового операционного зала присутствовали руководитель региональной УФНС Вячеслав Морозов, главный федеральный инспектор Рязанской области Владимир Сарафанов, глава муниципального образования Владислав Фролов и глава администрации Рязани Олег Булеков. Благодаря поддержке администрации города Рязани, благодаря пониманию федеральной налоговой службы, нам удалось совместными усилиями построить этот операционный зал обслуживания налогоплательщиков. В этом зале будет сконцентрирована вся работа по взаимодействию с налогоплательщиками, как с организациями, так и с физическими лицами. Межрайонный ФНС России номер один в Рязанской области обслуживает Московский район Рязани. На налоговом учете здесь состоят более 160 тысяч физических лиц, 4 691 индивидуальный предприниматель и более 4 тысяч юрлиц. В течение одного дня инспекция обычно обслуживает более 500 человек. Хотелось бы обратить внимание, что за операционным залом осуществляется мой непосредственный контроллер, размещены камеры, информация с которой состоянно транслируется на мой персональный компьютер в случае необходимости, но пока этой необходимости не было и, надеюсь, не будет, имеется возможность вмешаться непосредственно руководству инспекции. Надеюсь, что со временем налогоплательщики оценят удобство и комфорт этого операционного зала. Приятным бонусом нового операционного зала стало удобное местоположение для жителей района и большая парковка, прилегающая к территории здания. Раньше налогоплательщики Московского района обслуживались только на Первомайском проспекте и в том же здании, где открыт новый оперзал, но на четвертом этаже. Прием налогоплательщиков по старым адресам также будет сохранен. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. В продолжении выпуска смотрите программу подробности. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова